Около 600 российских солдат попали в плен в Курской области за три недели вторжения в СУ. Об этом во вторник сообщил главнокомандующий в СУ Александр Сырский. Предположительно, большинство этих военнопленных призывники. Молодые, относительно неопытные солдаты, которые думали, что им предстоит пройти обязательную годичную военную службу и никогда не увидеть настоящего боя. И уж точно они не ожидали, что война придет на территорию России. Конскрипты currently are a large bulk of the defending force in Kursk-Oblas right now. They're the ones being captured, they're the ones being encircled. And this has been a vulnerability for Putin in terms of his domestic perception. And as long as he continues to prove himself kind of not super interested in protecting конскрипты in Kursk and using them as the main defensive line, I anticipate that that will have social effects in the future. Проект «Идите лесом» помогает россиянам избежать участия в кровопролитной войне. Представитель проекта Иван Чувеляев рассказал, что с начала вторжения в СУ сотни людей обратились с запросами из приграничных Курской, Белгородской и Брянской областей. Ради этого и был объявлен, и была объявлена такая, так называемая, режим контртеррористической операции, или как Путин выражается, контртеррористической ситуации. Потому что именно этот режим позволяет, собственно, использовать срочников в тех регионах, где он объявлен. Ситуация изменилась, когда потребовалось отправлять больше призывников из отдаленных регионов. На их транспортировку нужно больше времени. И поэтому на сегодняшний день наиболее используемый метод – это не вот такая отправка одним днем, а принуждение к подписанию контракта. Это значит, что он не только уезжает в Курскую область, но и что он после Курской области никуда не возвращается. Что он будет дальше участвовать в боевых действиях, собственно, либо до конца жизни Путина, либо до конца войны, либо до конца собственной жизни. Новый призыв России начинается 1 октября. По закону в так называемой КТО могут участвовать срочники, которые отслужили 4 месяца и у которых есть военно-учетная специальность. Формально те, кто будет призван в октябре, раньше февраля не могут быть никуда отправлены. Но правозащитники подчеркивают, что это правило нарушается. Известно много случаев отправки призывников на фронт.